Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок литературного чтения в четвертом классе. Вашему вниманию я предлагаю видео-зарисовку. Посмотрите ее и догадайтесь, куда мы отправимся на сегодняшнем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Творческий пересказ – это изменение текста с целью его переосмысления. Существует два вида творческого пересказа. Первое – с изменением последовательности событий. Второе – с дополнением содержания текста. Это может быть включение описания места действия, портрета героя, событий, выходящих за рамки текста, предшествовавших сюжету или продолжающих его. Рассмотрите обложку книги. Предположите ее содержание по иллюстрации. Автор, с которым мы сегодня познакомимся – Леонов Алексей Архипович. Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тесульского района Кемеровской области в многодетной семье. На счету Алексея Леонова два космических полета и первый в мире выход в открытый космос. Его именем назван один из кратеров на Луне. На родине Алексея Леонова в Кемеровской области и на аллее космонавтов в Москве установлены его бронзовые бюсты. Леонов занимается благотворительностью, увлекается живописью, написал около 200 картин. В 1965 году был принят Союз художников СССР, с 2004 года почетный член Российской академии художеств. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. Является заслуженным мастером спорта СССР, имеет второй разряд по велоспорту, третий разряд по фехтованию. А сейчас прослушайте аудиозапись из воспоминаний космонавта Алексея Леонова. В тексте тебе встретятся незнакомые слова, с которыми мы сейчас познакомимся. А теперь соотнеси данные слова с иллюстрациями. Проверь правильность выполнения «Я выхожу в космос» из воспоминаний космонавта Алексея Леонова. Я жду команды на выход. Еще и еще раз перебираю в памяти последовательность работы в открытом космосе. В это время Павел Иванович проверяет системы корабля и шлюза. Внимательно следит за моим дыханием и работой сердца. Подлетаем к Черному морю. В наушниках слышу. «Леша, начинай выход!» «Понял! Я пошел!» «Назвался космонавтом!» «Вылезай в космос», — подумал я. Легко оттолкнулся ногами, взялся за поручни шлюза и подтянул ноги. И так я стою на обрезе шлюза в открытом космосе. Было так тихо, что я слышал, как бьется мое сердце. Слышал шум своего дыхания. Корабль, залитый яркими лучами солнца, с распущенными антеннами и иглами, выглядел как фантастическое существо. Два телевизионных глаза следили за мной и, казалось, были живыми. Корабль был одинаково ярко освещен солнцем и светом, отраженным от атмосферы Земли, которая торжественно голубым шаром разворачивалась внизу. Нет, не разворачивалась, а стремительно бежала. Только что было видно Черное море, а сейчас уже вижу Волгу. Солнце ярко отражалось от поверхности океана и бежало за нашим кораблем золотым зайчиком. Всматриваюсь в землю, вижу ниточки железных дорог и автострад. Они, как паутинки, сходятся в узелки городов и опять убегают в разные стороны. А вот и самая длинная нить — это дорога в Сибирь и далее на Владивосток, пока единственная, связывающая далекий край нашей родины с Москвой. Очень хочу увидеть место, где я родился, где провел детство, где меня научили читать и писать. Вот отруги неземного Алатау, а где река Томс, характерно извилинная у города Кемерово. Но как я не всматривался, я не мог увидеть реки своего детства. Она была подо льдом и снегом. Ясно было видно, как бархатным ковром уходил от Тайга на север и восток земли. Я был поражен гигантскими размерами лесного массива. Голос Павла Ивановича заставил меня вернуться к программе. Надо было подготовить кинокамеру к работе. Я легко снимаю заглушку с объектива. Первая мысль — заглушку надо вернуть на землю. Это же самый дорогой сувенир. Но с нею неудобно будет работать. Подумав, я швырнул заглушку в сторону, она звездочкой засверкала и ушла в бесконечность. Выбрав весь фалтор с радиопроботкой, покрытой специальной изоляцией, я плавно оттолкнулся от шлюзовой камеры. Наступил момент, к которому мы шли так долго. Человек плавал в космическом пространстве. Корабль медленно вращался, купаясь в солнечном потоке. Звезды были везде. Вверху, внизу, слева и справа. Правда, в космосе трудно сказать, где верх, а где низ. Но чтобы работать в космосе, надо их выдумать. Верх для меня был там, где было солнце, а низ, где шлюзовая камера корабля. Я завис в семи метрах от корабля лицом солнцу. Чувствовал прикосновение его лучей на губах, где не было светофильтра. Солнце было неземное, яркое и очень жаркое. Я видел корабль сияющим, хорошо просматривались мелкие детали и надписи на двигательной установке. Вдруг я услышал в научниках знакомый с детства голос Юрия Борисовича Левитана. Внимание, внимание! Человек вышел в открытое космическое пространство и находится в свободном плавании. «Кто это там еще плавает?» — подумалось мне. «Да ведь это же обо мне говорят. Но раз говорят, значит, надо работать. Обо всем, что видел и делал в космосе, я сообщал Павлу Ивановичу и докладывал на землю. Я подтянул распрямившийся на всю длину фал и быстро пошел на корабль. При подходе к кораблю выставил вперед руки и, коснувшись стенок шлюза, с силой оттолкнулся от него. И вдруг я завращался как-то сложно. Вначале через голову, а затем слева направо. Фал начал опутывать меня, как спрут. Это плохо. Он связывал меня. И хорошо. Вращение замедлилось. И я остановился недалеко от корабля. Фал кольцами стал сползать с меня и свободно повис между мной и кораблем. Я понял. Резкие движения в космосе противопоказаны. Следующий отход от корабля я делал с учетом своих ошибок. Я приобретал опыт плавания в открытом космосе. С каждым движением я приходил к важному выводу. В космосе жить и работать можно. А теперь проверим, что вы запомнили. Кем является автор произведения? Автор произведения является космонавтом. Какие события он описывает? Выход в открытый космос. Какова основная идея автора? В космосе жить и работать можно. С каким человеком была организована встреча космонавтов? Юрием Борисовичем Левитаном. Как ты думаешь, почему именно с ним? Этот человек вел трансляцию по радио. Приступаем к выполнению творческого задания. Вам необходимо составить творческий пересказ по диафильму «Я выхожу в космос». Лента заполнена кадрами рассказа. Подумайте, о чем идет речь. Воспользуйтесь подписями кадром диафильма. Если вы испытываете затруднения, обратитесь к памятке. Запишите аудиозапись с результатом своей работы и отправьте учителю. Подведем итог сегодняшнего урока. Устно продолжу предложение. Дорогие дети! Вы получили самое основное содержание по новой теме. Другие материалы вы получите от своего учителя. Если у вас есть вопросы, вы их можете задать учителю. Удачи в освоении нового материала, наши юные друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!